Первый ребёнок? Да, первый. Вторым когда? Вторым не скоро. Первыми чудо-двор оценили местные детишки. Теперь родителям непросто заманить своего ребёнка домой. Качели и горки для самых маленьких, футбольная площадка и спортивные тренажёры для тех, кто постарше. А для тех, кто шумным играм предпочитает чтение, на видном месте на полке уличной библиотечки Томик Лескова. Зелень, всё радует. Вообще аттракционный детский. Ой, и сам из мотора. Местные бабушки – самые придирчивые критики, и те довольны. Ведь когда шёл капитальный ремонт, подрядчики специально собирали пожелания жителей окрестных домов. Учли всё. Даже деревья, посаженные в этом дворе в конце 70-х, бережно сохранили. У нас за школой был заброшенный сад. Когда-то. И вот мы оттуда приходили с работы, выкапывали деревья, сирень, яблони, вишни. И всё-всё-всё это сажали своими руками. И вот благодаря всем этим стараниям у нас выросли деревья. Ну, чувствуется, что они не первый год у нас тут. Дети играют, школьники играют. Такого двора, как у нас, все завидуют. Теперь двор-сад может похвастаться тропинками, выложенными разноцветной брусчаткой, деревянными скамейками, клумбами, уличной подсветкой. Кстати, игровых зон для детей здесь целых четыре. Никакой грязи. Везде полиуретановое покрытие. Стоимость работ по благоустройству двора составила почти 12 миллионов рублей. В этом году мы планировали сделать 180 дворов по Казани. Сделаем 340. В два раза больше объём. И спасибо президенту, выделяет средства ежегодно. Но в этом году по просьбам жителей, по нашим просьбам, выделили больше. Кстати, извечную проблему казанских дворов, автомобильная парковка или игровая площадка, местные жители здесь решили мудро. При помощи управляющей компании за счёт собственных средств обустроили парковочные места за домом номер 74. В результате довольны и владельцы машин, и их дети. Кто в школу хочет из вас? Я. Там почему в школу хотеть? Там спать не нужно, да? 1600 человек, а именно столько жильцов проживает в домах этого двора, наперебой говорят, соседи теперь им завидуют и сами приходят полюбоваться на благоустроенную территорию. По словам Эль Сурамешина, в этом году обновлённые дворы получат ещё 100 тысяч жителей Казани. И работа эта будет продолжаться. Я здесь живу с 85-го года, я родилась в 85-м году, конечно же, всё кардинально изменилось, всё стало ярче, красочнее, вот, и здесь с детишками мы очень любим гулять. У меня у самой двое детей, две девочки, им очень нравятся все вот эти горки, качельки, и вечерами мы с мужем, мы с детьми всегда выходим сюда гулять. Мне здесь очень нравится, тут просторно и уютно, и мне больше нравится карусель. Там очень классно, а ещё там очень быстро катается карусель. Сергей Шерстнёв, Телеканал Эфир.